Не уверен я в его победе был бы так, потому что в третьем раунде он что-то резко сдал и чересчур много напропускал ударов. Не хочет уходить с ринга. Ауи. Ну, на мой взгляд, ошибка тактическая была у него. Тактическая ошибка. Судьи очень удивились. Видите, даже пересчитывают, что такое, как так могло получиться. Могут и протест подать. В принципе. А следующая пара опять титулованные бойцы известные. Геральд Мамадеус вышел только что на ринг. Матуари Джим. Мы видели этого бойца неоднократно в турнирах, проводимых WPKL, различных. И в битве за Архем, даже, по-моему, не один раз, и в локальных турнирах. Известный боец в Голландии, такой хорошего, это боец хорошего, хорошего в среднего европейского уровня и хорошего голландского. Для Голландии он звезда, для Европы хороший средний уровень у этого бойца. В рамках турниров, организованный K1, выступал также Геральд Мамадеус. В Итс Шоу Тайм выступал, в K1 Best of the Best в Голландии. Ну, в общем, на турнирах, которым K1 дает свой статус, но которые входят в третий, четвертый уровень среди всего огромного количества турниров, которые сейчас стремятся попасть в обойму K1-овскую. Пару слов о сопернике. Вот он на ваших экранах, Сан Мангкол. Любители единоборств, конечно, знают эту фамилию прекрасно. Боец, ну, по титуловности он уступает, конечно, им ходу, который мы видели в первом бою. Но по уровню по-своему, в общем, ненамного уступает. По уровню бойцов, с которыми встречался Мангкол. 73-го года рождения Сан Мангкол. Среди его главных достижений он трехкратный чемпион стадиона Олимпини. Это, конечно, тоже достижение огромное, причем выиграл в трех разных дивизионах, видимо, по мере своего взросления. Что касается статистики, вот, то она примерно такая же, как и у Йом Хода. Отсюда вот я и делаю вывод, что, возможно, учитываются поединки всякого разного, там, не знаю, там, клубных мероприятий, турниров. Поэтому набирается. Как я напомню, говорил, Йом Ход провел 280-279 поединков. Отделал победу с 253. У Сан Мангкола чуть-чуть похуже. 250 поединков, из них 190 побед. Значительно важнее то, что Сан Мангкол встречался с супертитулованными бойцами. Он вообще, вот, в пику выступления пришелся как раз на ту золотую пору тайского бокса, где выступали вот такие звезды, как сам Йом Ход. Вот, ну, много тайских бойцов известных, нам Кабуан, Кабан, Ян Сук. Ну, вот, этих бойцов мы видели в наших разных передачах. Встречался с многими голландцами, вот, кроме Мамадеуса, который является для Голландии, еще раз повторю, звездой. Встречался с самим Раманом Деккером, с Иваном Ипполитом, Райаном Симпсоном. Каждый из этих фамилий, это, ну, Райан, Райман Деккер, это, ну, это суперзвезда, я говорил. Первый европеец, победивший старшим чемпионом, по-моему, Олимпийный стадион. Тоже у него, по-моему, 250 поединков. Иван Ипполит, победитель турнира К-3. Райан Симпсон находится до сих пор в рейтинг-листе К1МАКС, постоянно. Ну, это суперзвезды. Но, похоже, что закончил карьеру уже Саман Кол сейчас. В 2004 году последний поединок он провел. И лично мне, вот по тому, как происходит поединок, бой Саман Кол нравится как-то пока больше, чем Йом Хода. Хотя Йом Ход был на момент выступления уже титулов не, а впоследствии еще титулов добавил там. Но мы видим, очень жестко ведет поединок Саман Кол. Очень мне понравилось, как работают коленями Саман Кол. Клинчи и справа, и слева. И поначалу, мне кажется, Мамадеев даже потерялся. Давайте посмотрим, сейчас наверняка колени подключат клинчи. Но потом начал жестко. Он пытался, видимо, построить, хотел тактику построить на игровую, обыграть. Все знают, что тайцы работают жестко. Как правило, одиночными, сильно вкладываясь. Жесткий одиночный удар, захват. Причем, обратите внимание, захват не так, как берут в Европе. Просто перчатки сдвигают друг к другу. А именно захват предплечья за предплечья. И пришлось по ходу дела, мне кажется, Мамадееву менять тактику. Просто стал работать примерно в таком же ключе, как и Саман Кол. Жестко, в основном одиночными. И задача своей добился, охладил пыл Сакман Кола, остудил его. Попал несколько раз прямыми, несколько раз коленями. Но мы знаем, что Сакман Кол, как, в общем-то, и все хорошие тайские бойцы, обладают какой-то нечеловеческой выносливостью. Через минуту они встают, как новые. Как им батарейки просто меняют выдвину. Даже такой картинки нет в голове, вот, вид уставшего до изнеможения тайца. Нет, такого не бывает просто. Смотрите, как бьется Мамку. Ну, совершенно бескомпромиссно, жестко, одиночным еще раз повторяюсь. Но в каждый удар вкладывается так, как будто он хочет перерубить еще раз. Пауза, еще, пауза, удар. Очень редко, когда наносится двойка, а тройки практически никогда. Ну, что я говорю, двойка. Двойка – это два удара на одном выдохе. Нет, один выдох, один удар. Совершенно четко. Очень хорошо коленом сместился в сторону. Сбоку находится от Мамадеуса. И колено в печень очень часто попало. И похоже, что немножко зацепил. У Мамадеуса чересчур легко он его свалил. После этого на ринг. Опять в печень, опять в печень. Обратите внимание, только слева работает за Каманг Кул. И middle kick бьет только слева. И колено бьет только слева. Опять слева. Опять слева. Опять слева. Опять слева. И это, мне кажется, не потому, что разбиты ноги. Нет. Опять слева. Опять слева. А просто выбрал цель определенную и пытается ее пробить во что бы то ни стало Это вот такая вот манера боя тайских бойцов Это может являться как их сильной стороной, так и слабой Если соперник чувствует боль от этих ударов, плохо подготовлен физически или не умеет, плохо защищается То конечно может тайец доломать, проломить защиту Нельзя просто прижимать руки против таких ударов, потому что тайцы бьют, вкладываясь всем весом, да еще на прыжке Поэтому просто прижимая к себе, такие удары не выдержат Обязательно надо двигаться, обязательно надо смещаться, уходить или наоборот входить, встречать Но есть примеры, мы с вами видели в программах нашего телеканала Когда против тайцев очень успешно действовали бойцы, именно европейцы, тактически подготовленные, такие как Рамон Деккер Именно когда выбирали манеру боя, не статичную, подвижную, хорошо уходили, встречали Когда пытались тактически обиграть Но все равно, все-таки, чтобы побеждать у тайцев, все равно нужен поставленный хороший жесткий удар Просто за счет одного обыгрывания, если нет силы в ударах, тайцев не остановить Они просто будут методично так зажимать в угол И тут уже пытаться сломать уже тогда в клинче, если не удается на дистанции Опять так же, как и в предыдущем раунде, Мамадеус плохо выглядел в первой половине раунда И нарастил, и, в общем, отдал, но, мне кажется, чуть меньше отдал, чем получил В концовке, концовка глазу Мамадеуса Но если пропускал он и в прогрешном выгляде где-то порядка полутора минут То реванш он взял только в течение 30 секунд Я думаю, что раунд этот Мамадеус проиграл второй, так же, как и первый Даже интересно, справа ударит когда-нибудь цикман кол? Был один удар к олевым справа, я вспомнил в первом раунде Во-первых, против левых круговых ударов Можно было бы Мамадеусу посоветовать уходить влево По диагонали влево-вперед И на таком смещении бить левые крюки рукой То есть уходить по ходу удара Или же просто ходить вперед Но такой парадокс, что цикман кол ногой бьет чуть ли не быстрее, чем Мамадеус рукой И не успевает, не успевает просто он войти Вот в такой момент он зажимается, чтобы не пропустить удар Потому что удары, похоже, очень чувствительные, очень сильные у цикман кола Мамадеус больше стояточен на защите, а не на входе И, конечно, он не успевает в такую ситуацию войти Вот сейчас попытался он встретить, но промахнулся Очень хорошо, конечно, тайцы выводят За равновесие соперников Это вот признак их школы В Европе так тайские бойцы Мало кто умеет действовать Обратите внимание Даже не в сторону А за счет скручения корпуса вперед умудрился свалить Мамадеуса Вот Сагман Кол Опять слева Сейчас провалился на бэкфисте Мамадеус Сагман Кол четко отловил этот момент Успел войти и контратаковать коленом опять слева Справа Сагман Кол не бьет не только ногой Но и рукой справа он не бьет Хотя стоит в левой стойке То есть так стоит, как стоит Нет, сейчас он в правую стойку Агрессивно действовать по Мамадеусу Не увлекаться вот Игровыми и сложными техническими ударами Тут, мне кажется, тот случай Когда надо действовать проще Во-первых, надо действовать жестче Но чуть-чуть надо динамичнее Не принимать стоя на себя удары Ну, в общем Поединок-то в целом-то очень хороший и зрелищный Но в каждом раунде И в третьем, так же, как и в втором, в первом Мамадеус точно так же Активизировался в конце раунда Где-то 30 секунд последние он отдал Перевел в защиту Сагман Кол Но полторы минуты Сагман Кол выглядел лучше Таким образом, на мой взгляд Мамадеус прогрел во всех трех раундах Незначительно, не очень Не то, что в одну калитку его били все время Нет, вот еще раз говорю В конце каждого раунда он очень хорошо контратаковал Но, тем не менее На мой взгляд, все три раунда он проиграл Не знаю, может быть физической опять-таки Неготовностью это связано Что не хватало Мамадеуса, чтобы в таком ключе вести Всю двухминутку Смотрите, обратите внимание, захват Далеко, редко можно так увидеть, что кто-то брал захват именно так Почему? Потому что захват, так как его берется Сагман Кол Очень-очень короткий и не позволяет выпрямить руки Обратите еще раз внимание захват, да? Вы видите? Если взять захват просто предплечьями А локти держать опущенными вниз Может в любой момент руки выпрямить Оказаться на дистанции удар колена Контратаковать и снова сблизиться Атаковать, контратаковать и сблизиться Если брать захват, как бьется Сагман Кол Назад уже отодвинуться невозможно Потому что локоть находится не впереди плоскости тела А за плоскости тела На уровне плеча или даже дальше И в таком захвате Очевидно выигрывается Сагман Кол В таком захвате Коленом прямые удары коленами бить просто невозможно Можно бить удары коленами только тайские, боковые И в таком захвате, конечно, удобно выводить из равновесия Потому что жесткий захват Замок фактически